МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска. Коротко о главном. Более 14 тысяч выпускников провалили ЕНТ. Уральцам дали горячую воду. Об этом сообщили в ООЖАЭК Теплоэнерго. Подача газа на ТЭЦ была возобновлена. В Уральске выявили 597 фактов двойного гражданства. За нарушения, выявленные при оформлении двойного гражданства, было привлечено 20 граждан. Более 14 тысяч выпускников провалили ЕНТ. В наццентре тестирования сообщили об итогах ЕНТ-2018. В этом году тестирование сдавали 147 тысяч учеников. Около 250 заявлений было подано в Республиканскую апелляционную комиссию, из которых 101 удовлетворено. В этом году в рамках пяти социальных инициатив главы государства выделены дополнительные 20 тысяч грантов. Из них 11 тысяч по техническим специальностям. Воспользовались таким шансом поступить в УЗы 27% от общего числа сдающих ЕНТ. Самые популярные комбинации предметов на выбор в этом году стали математика и физика. 26% выпускников отдали предпочтение этим предметам. Данные предметы дают возможность поступления по 52 техническим специальностям. Самой непопулярной комбинацией предметов стали математика и география, позволяющие поступить на правовые специальности. Некогда популярные направления, в частности право, где необходимо выбрать математику и географию, составило лишь 9%. Были факты, когда выпускники получили 0 баллов. Дело в том, что я в прошлый раз сдал, и у меня компьютер каким-то образом не дочитал ответы. У меня 0 баллов вышло. Поэтому мне пришлось пересдавать, пересдавать сегодня приходить. Обращались, говорили, ошибка какая-то вышла. И в итоге ничего. Ну в прошлый раз на сколько надеялись? Ну и вообще в медакадемию поступать. И поэтому мне нужен высокий балл, больше 100 баллов. Как бы я и готовился, все, ну так как это получилось, очень странным образом, то что компьютер какой-то сбой дал, и ждал, ждал, и в итоге плюнул, и решил опять пересдавать, а то куда-то ждать. Всего одна выпускница набрала максимальный балл на ЕНТ. В этом году были аннулированы результаты девятерых сдающих. Пороговый балл преодолели 84 тысячи выпускников, а 14 тысяч или 14 процентов из числа проходивших тестирование не прошли ЕНТ. Хотя в августе у выпускников, которым не удалось показать удовлетворительные результаты, будет возможность повторно сдать ЕНТ. Потому что не хватило одного балла. Сколько набрал? 49 набрал. Еще не думал, главное было сдать, но в итоге не очень получилось это сделать. Но сколько же стоит повторно сдать ЕНТ в Казахстане? 2242 тенге. Если и в августе выпускник также не преодолевает пороговый уровень, он может условно зачислиться в высшее учебное заведение Казахстана и по окончании первого семестра, это январь следующего года, уже в третий раз пересдать ЕНТ. Нужно подчеркнуть, что в таком случае выпускник не сможет претендовать на присуждение образовательных грантов. С марта 2018 года суды выдали 8 тысяч санкций на проведение негласных следственных действий, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры. В ведомстве проходило заседание Координационного совета по обеспечению законности. Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров особо заострил внимание на недопустимости нарушения законности. 1 марта в Казахстане ввели обязательное уведомление лица о проведении в отношении них в негласных следственных действий органами досудебного расследования. Суть норм заключается в том, что каким бы ни был исход расследования, гражданину в обязательном порядке сообщают о негласных мероприятиях, проведенных в отношении него. Среди них, к примеру, прослушивание телефонных разговоров, чтобы гражданин мог при желании обжаловать обоснованность подобных действий. Ранее проведение негласных следственных действий санкционировала прокуратура. Сейчас негласные следственные действия санкционирует следственный судья. Часть из них дознаватель проводит сам. Это имитация преступной деятельности, контрольная закупка. Шесть положений. Негласное изъятие информации с компьютеров, прослушка телефонов, контроль за почтовыми переводами санкционирует следственный судья. Также на заседании говорили о цифровизации. Причем полиция Западно-Казахстанской области лидирует по цифровизации системы. По органам внутренних дел на 90% обеспечены подразделения Западно-Казахстанской, Атраусской областей, на 50% Жамбульской области. В остальных регионах этот показатель не превышает 25%. Уральцам дали горячую воду. Об этом сообщили в ООЖЭК Теплоэнерго. Подача газа на ТЭЦ была возобновлена. Достигнута договоренность САОК Астрансгаз Аймак. Отметим, что в областном центре три раза за это лето отключали горячую воду сроком на две недели. Все попытки тепловиков полностью рассчитаться с долгами за газ не увенчались успехом. В последний раз газоснабжение Уральской ТЭЦ было приостановлено 1 августа. Чуть больше двух недель почти весь город оставался без горячей воды. В ООЖЭК Теплоэнерго отметили, что была достигнута договоренность с поставщиками газа. Условия сделки держатся в тайне. Была возобновлена подача газа на Уральскую ТЭЦ. И с этим сейчас город Уральск подача горячей воды подается. Кроме тех участков, где проводится ремонтная работа. Это тепловая магистраль номер 7, отключено 106 домов. И тепловая магистраль номер 8, по которой отключен 21 дом. И с этим эти дома пока на период ремонта не подается горячая вода. Уральцы уже привыкли к летним отключениям горячей воды. Стали, можно сказать, закаленными. Воду горожане грели самостоятельно на газовых плитах. Ведь жару мыться нужно как минимум раз в день. Мы живем на доступе до Ружбы. Здесь 04-1, это где Петагон. Горячую воду отключали, да. И вот только сегодня дали. Как считаете вообще, нормально ли работает? Нет, то холодной нет, то горячей нет. Чередуется. Живем в пятом микрорайоне, у нас дом, у нас отдельная своя котельная, наверху дома, и у нас нет таких проблем. То есть выше, без долгов? Да, у нас и нет долгов, и не было, и не будет надеяться. А вообще, знаете, да, что в городе вот проблема? Ну, слава богу, нет, мы с этим не сталкивались. У нас очень хороший дом. И мы не знаем этих проблем. Воду отключали не первый раз, получается, ее выключают на длительное время, потом небольшой срок ее дают. Ну, скажу, что для городских жителей это сильно большая проблема, когда нет горячей воды. Маленький ребенок, его на дню несколько раз нужно купать, стирать, элементарно. И особенно, когда стоит дикая жара, это издевательство просто. Сбор долгов с населения происходит ежедневно. Работает семь мобильных групп. При помощи комплекса «Автоураган» на штрафстоянку отправлены десятки автомобилей. Мы сейчас готовим ряд квартир, которые имеют на руках 6-7 решений суда для последующей реализации через аукционы. Потому что мы видим, что люди имеют на руках 6-7 решений суда, но не принимают никаких действий, чтобы оплатить имеющийся долг. Что, соответственно, сдерживает нас по оплате перед поставленной газ, газ-разгазаймак. Остается надеяться, что это последнее отключение горячей воды. За это лето. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске определили места для жертвоприношения на Курбанайт. Праздник будут отмечать 21 августа. Приносить в жертву животных можно только с бирками, имеющими специальную справку. В Акимате города состоялось совещание, на котором присутствовали представители уполномоченных органов. В праздничные дни в Уральске будет действовать 5 площадок для забоя скота. Это ТО «Уральские колбасы» в Жилаево, ТО «Кублей» в Зачиганске, рынок «Ели-Рысы», ТО «Баты-Садал-Ед» по улице 2-ая Молодежная и П. Куспанов по улице Октюбинской. В 7.15 по нашей области будет совершаться праздничная молитва Айт-Намас. После праздничной молитвы те люди, те, которые намереваются привести в жертвоприношение, сделать это повиновение, сделать этот ритуал, он может начать после праздничной молитвы. По шариату требуется, чтобы именно соблюдалось это время. До праздничной молитвы, за день или до намаза, до праздничной молитвы, если будут исполнять жертвоприношение, то это не будет правильно по шариату. В Акимате города подчеркнули, что необходимо всем уполномоченным органам усилить работу в праздничные дни. Нужно проследить, чтобы не было забоя скота в неположенных местах. При необходимости ввести дополнительные маршрутные автобусы к местам жертвоприношения. Проинформировать горожан о соблюдении санитарных правил. Главный имам центральной мечети отметил, что к празднику Корбанайт будет приурочен ряд благотворительных акций. Раздача будет производиться непосредственно на местах, специально отведенных местах, где будет проводиться закалывание, потому что мы должны учитывать сегодняшнюю погоду. Очень жарко, поэтому также мясо животного, которое приводится на забой, на жертвоприношение, делится на три части. Часть оставляет человек себе, часть угощает гостей и часть может раздать. И мы создали рабочую группу, наши ответственные имамы будут этим заниматься, сбором мяса. И в дальнейшем уже раздавать по списку нуждающимся. 19 августа в городской мечети и мечети, расположенной в поселке Асан, пройдут спортивные игры, посвященные празднику Корбанайт. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Астану отправился автокараван с сельскохозяйственной продукцией. Она будет представлена на ярмарке. Планируется реализовать 120 тонн различных товаров. Среди них 20 тонн говядины, 12 тонн конины, 16 тонн мясных и колбасных изделий, 10 тонн муки и макаронных изделий, более 2000 литров напитков. Ярмарку в столице будет сопровождать концертная программа. В ней примут участие творческие коллективы области. 18-19 августа в Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут участие и западноказахстанские предприниматели. Караван с их продукцией на общую сумму 81 миллион 200 тысяч денег отправился в Астану. В ярмарочных мероприятиях примут участие 37 товаропроизводителей из нашей области. Ярмарки будут проходить в течение двух дней. Жители и гости столицы смогут приобрести продукты питания по ценам ниже рыночных. Одна из самых главных проблем в Казахстане – это двойное гражданство, говорят сотрудники местной миграционной полиции. И добавляют, что в Уральске с начала года было выявлено 597 граждан, которые имели по два документа удостоверяющего личность. Какое наказание они понесли, расскажут наши корреспонденты. В августе этого года телеканал ТДК-42 отметит свое 20-летие. К этой дате мы приурочили акцию «20 добрых дел». Сегодня наши корреспонденты вновь встретились с героиней наших сюжетов – Викторией Хусаиновой. 27-летняя мать троих детей в мае этого года потеряла мужа. Алексей Кочулин погиб, пытаясь вытащить упавшего септик пятилетнего ребенка. Женщина стала вдовой, а хозяева попросили ее съехать из арендованной квартиры. Когда Виктория оказалась в тяжелой жизненной ситуации, мы рассказали о ее истории. И она не оставила равнодушными людей. Матери троих детей, оставшиеся без мужа и крыш над головой, звонили со всех уголков Казахстана и России. Волонтеры сняли женщины с детьми квартиру в центре города, оплатив аренду за два месяца. Но сейчас она съехала из этого жилья. Вика вместе с ребенком месяц пролежала в больнице. Пятимесячный Егор заболел пневмонией. Почему мы оттуда съехали? Потому что там было невыносимо жить. Там ужасные тараканы. Прям по нам ходили покровать. На данный момент я пока что у мамы, так как нас выписали из больницы. Но то, что люди помогали, перечисляли на карточки финансовые, денежки, посмотрю какая там сумма, хочу что-то либо приобрести, или комната в общежитии, или если там достаточно хорошая сумма, что можно на эту сумму что-то будет приобрести. Женщина рассказала, что в последний раз, когда она проверяла карточку, на ней было около 1 миллиона 100 тысяч тенге. Но сейчас, возможно, средств прибавилось. Виктория намерена купить собственную квартиру. Хотя бы в общежитии. В доме матери, кроме нее, живут еще 9 человек. Я обратилась в ТТК-42, когда произошла такая вот ситуация в нашей семье. Спасибо вам, что вы сразу же откликнулись на мою ситуацию, сразу же приехали к нам. У кого какая бы ситуация не произошла, вы сразу же выезжаете впервые, первые, оказав людям помощь. Сейчас у вас 20-летие. Спасибо вам, что вы помогаете людям, что вы отзывчивые люди, не проходите мимо. Что бы ни произошло, как бы ни было. Дальше вам процветание. Вам здоровье самое главное. Напомню, что 31 мая в дачном обществе любителей природы произошла трагедия. Гражданский супруг Виктории Хусаиновой услышал из открытого септика крик ребенка и бросился его спасать. Но в результате оба погибли. Роман Копняев, Айбулат Жигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске состоялась презентация первой книги нашего земляка Муса Галлия Тоскалиева. В ней он собрал свои лучшие стихи, которые посвятил любви и родной земле. На презентации собрались родные и близкие люди поэта, чтобы поздравить его с таким знаменательным днем. Презентация книги Мена Сдиган-Казана поэта Муса Галлия Тоскалиева прошла в Западно-Казахстанской областной филармонии. Поэт рассказывает, что начал писать стихи седьмого класса. В большинстве своих произведений Муса Галлия Тоскалиев пишет про любовь и родину. Муса Галлия Тоскалиев родился в Западно-Казахстанской области. Поэтому провести такое значимое событие было решено в Уральске. Первая книга, я пишу стихи про любовь, про родину. Это у меня, как считается, хобби. Я сам являюсь главным редактором республиканства спортивного журнала «Спорт Шелдз Дара». Свободный от времени, я пишу стихи от души, как можно сказать. В книге собраны лучшие стихотворения поэта, на 18 из которых была написана музыка и в итоге созданы песни. В ходе презентации собравшиеся имели возможность услышать некоторые произведения поэта. Как рассказывает Муса Галлия Тоскалиев, презентация книги прошла успешно. И он рад, что это произошло на его малой родине. Муса Галлия Тоскалиев выражает благодарность всем, кто поддержал его в этот важный момент его жизни. Особенно поэт благодарит генерального директора ТОПСП «Серик» Серика Ролановича Мергалиева за спонсорскую помощь и вручил почетную медаль за патриотическую активность. Сергей Уланов, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, ТДК-42. Собрать ребенка в школу сегодня не так просто. Для кого-то сборы в учебное заведение оказываются тяжелыми в финансовом плане. Другим сложно определиться в выборе канцелярских принадлежностей, ведь разнообразие товаров поражает. К счастью родителей и школьников, в Уральске открылся новый магазин «Ахмед», где можно приобрести все канцелярские товары в одном месте и по низким ценам. Официальное открытие магазина «Ахмед» состояло сегодня. Посетители угощали тортом и развлекали музыкальными номерами. За виртуозную игру на дамбре гостья получила нужный подарок к школе – рюкзак. Посетители также смогли сделать покупки. Всегда все качественно, чистое. Все, что нам нужно в учебной программе, мы можем все здесь найти. Желаем удачи этому магазину. Это настоящий райский уголок канцелярских товаров. И не только. Для любителей почитать имеется литература, сказки для детей и кулинарные книги для домохозяек. Кроме этого, владельцы магазина помогают многодетным семьям собрать детей в школу совершенно бесплатно. У нас сейчас школьная акция. Помогаем для многодетных матерей, у кого там более 5 лет, 5 детей. Мы делаем скидку 15%. А также, кто скидка принесут справку в том, что мало без печи, выдаем бесплатные шумки, это канцтовары. Магазин канцелярских товаров «Ахмед» находится по адресу улицы Нурпиесова, 12, дробь 2, напротив ресторана «Бибигуль». В Уральске состоялся международный турнир по самбо. Масштабное спортивное мероприятие посвятили памяти обладателю Кубка СССР, чемпиона СССР, обладателю Кубка мира, заслуженного мастера спорта Казахстана Оскара Шайхиева. По результатам турнира были определены обладатели трех призовых мест. Кроме того, был разыгран главный приз – автомобиль. Спортивное мероприятие поддержали спонсоры, в том числе ТОП и СП «Серик». Подробнее о ходе жарких соревнований расскажут наши корреспонденты. Международный турнир, посвященный памяти обладателя Кубка мира по самбо Оскара Шайхиева, проводится уже не первый год. В этот раз на соревнования съехались порядка 200 участников из Армении, Грузии, Российской Федерации, а также Актюбинской, Мангостаусской, Атараусской области, Астаны и Шимкента. Самые сильные борцы в разных весовых категориях попробовали свои силы в бою. Вдохновителем, пожалуй, для каждого спортсмена выступил сам Оскар Шайхиев. Легендарный спортсмен начал свой путь чемпиона в детстве и так и не свернул с этого пути. Стал обладателем Кубка СССР, Кубка мира по самбо. Его подвиг стал примером для всех казахстанцев. После этого долгое время тренировал молодое поколение. Особо благодарен спортсмену, которые сегодня стоят в СССР, которые привыкли к нам для того, чтобы отдать данное уважение к нашему Оскару Шайхиеву. Он появился в себя трудолюбивом, целеустремленным на карьере. 26 лет, когда стал чемпионом мира, выиграл в этом Кубке мира, стал призером чемпионата СССР. И по причине спортивной карьеры не плохо появился на карьере. Целеустремленность и сила духа Оскара Шайхиева до сих пор вдохновляет спортсменов именно на первые места. Все соревнования для меня означают все. Если я борюсь, значит буду бороться до конца. Это мне, как сказать, ну, карьера. Все на высоком уровне, мне очень понравилось. И я буду на следующий год тоже выступать здесь. Чтобы одержать победу в схватке, необходимы долгие упорные тренировки. Сегодня самбо – вид спорта, широко распространенный во всем мире. В ходе международного турнира нокаут страстей кипел на протяжении всех соревнований. Обладателем первого места в абсолютной категории стал россиянин Рустем Арсланов. Ему достался главный приз – автомобиль. Второе место занял западноказахстанец Ужас Суэлеменов. Третье место разделили представители Грузии и Западного Казахстана. В боях по весовым категориям первые места удалось завоевать казахстанца. Занимаюсь уже порядка 25 лет. Как раз занимаюсь самбо, дзюдо, борьбой на поясах и казахской борьбой. Казахстан-курес. Порядок прошел на хорошем организационном уровне. Все очень понравилось. Сегодня дело легенды казахстанского спорта продолжает его сын Асхат Шахиев. Тренер утверждает, что у такого вида спорта, как самбо, большое будущее. И западно-казахстанская область готова растить новых чемпионов. Марина Горбук, Ербао Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР ПОГОДЫ Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева. Фотожалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков. Матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки. Потолки с фотопечатью, ширина полотна до 5,5 метров. ПОЛОЗО ПОГОДЫ Субтитры создавал DimaTorzok